Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору, потому что Тора это жизнь наша. И если изучать Тору и действовать по Торе, то будет все великолепно. Это мое глубокое убеждение, что Тора это лучшая система, по которой можно жить в этом мире. И что нет ничего более для человека правильного, подходящего. Многие могут сказать, а если человек не еврей, он что, может жить по Торе? Да, Тора это универсальное знание, которое было дано еврейскому народу, в котором есть знание о том, как быть евреем. Еврей это тот, который должен каждую секунду своей жизни посвятить Всевышнему. И помнить о Боге, и это такое, как спецназ, и евреям может стать каждый. Теперь, ну, у евреев есть еще священники, которые, вот им нельзя стать. Это, конечно, или родился, или не родился. Священники это еще, ну, то есть это все только у папы, который произошел из рода священников. И если он женился на девственнице, если он женился не на девственности, этот род уже уходит. Теперь, и можно быть не евреем. Я бы, например, если бы честно, то я бы больше хотел бы родиться не евреем, чем евреем. Почему? Потому что я бы мог бы жить как не еврей, выполнить в... Есть там семь заповедей для сыновей Бней Ноаха. Выполнил, расслабился, то есть живешь все с Богом в прекрасных отношениях. Как бы, есть люди, которые даже физкультурой не занимаются. Вот я им завидую, если честно. Смотрю вокруг и думаю, вообще сидят вот с такими животами. Пиво с утра проснулся, пиво пьет, днем водка, вечером вино. Значит, бухает, курит, с кальяном сидит. Вообще, ну, вообще даже о теле не заботится. Я завидую таким людям, только кайфуют. Вот все время едят, 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 едят. Нет, это как бы люди, которые живут ради удовольствия. Как не надо? Вот Светлана говорит, что не надо. Теперь, ну, такой человек, если он берет в какой-то момент своей жизни и говорит, секундочку, он же должен быть здоровым. И он начинает, он сбрасывает вес, он там пробегает первый свой марафон, он становится вообще идеальной, у него фигура. Заниматься начинает пилатесом, все. То есть, он побыл и в том мире, он был толстый, он выжил все удовольствия из этого мира. Потом он стал физкультурником, физкультурником он стал, и стал он здоровым. А потом он может там лет в 60, например, еще и в соревнованиях, участвовать в профессиональных соревнованиях и стать еще чемпионом мира среди там 70-летних или 90-летних. То есть, он получилось, что он в этой жизни, он прожил как бы три жизни. Жизнь человека, который вообще живет ради своего удовольствия. Жизнь человека, который живет уже, он ограничивает себя в каких-то вредных удовольствиях ради того, чтобы быть здоровым. И жизнь человека, который полностью ограничивает себя во всем ради того, чтобы быть чемпионом. Точно так же в духовности. В духовности та же самая абсолютно схема. Можно быть человеком, который вообще про Бога не вспоминает. Есть такие люди, не дай Бог, вот они живут, причем они могут быть неплохие люди. Они могут никого не обижать, никого не убивать, не сделать никакого зла. Просто они живут, вот они там, открыл журнал глянцевый, так, надо купить, вот тут реклама, стиральная машинка, купил. Потом, значит, вот эта реклама, там, машина, купил, поработал, купил. Вот эта реклама, значит, поехать отдыхать на Мальдивы. Все, набрал денег, заработал честно, все, значит, поехал отдохнул. Это как бы один способ жизни, да. Жизнь ради удовольствия. Все посвящено тому, чтобы выжать из этого мира максимум удовольствия для себя, для своего тела. Второй уровень жизни, это когда ты говоришь, секундочку, ну, мне же уже 40, 40 лет полжизни, это что, и все, что ли? И я же умру, не дай Бог, да, обычно, там, уже ближе к 40, кто-то из близких, знакомых умирает. И это становится обычно катализатором того, что человек начинает задумываться, а что, получается, я что же умру? Ну, получается, что, и что дальше-то? И многие люди начинают в этот момент задумываться о том, что у них есть душа, и дальше, они хотят дальше, они не хотят умирать. Дальше они начинают интересоваться духовностью. И вот здесь, вот здесь есть развилка. Можно идти в профессионалы, и тогда человек ищет профессионально все больше и больше близости ко Всевышнему, у него к этому тяга, у него к этому, вот есть такие люди, ну, вот реально, я даже смотрю на моих уроках, есть люди по 5 лет приходят. То есть у людей есть тяга к духовности, у них внутренняя вот эта вот жажда приблизиться ко Всевышнему, да? У других людей, я знаю людей, которые 20 лет назад мы одновременно начали соблюдать, и они как в то время взяли на себя одну-две там заповеди, и они в этих заповедях держатся, и 20 лет остаются на одном уровне. То есть они верующие, они что-то соблюдают, но они совершенно не хотят двигаться, расти там, углубляться. То есть есть всегда выбор. Все, но в любом случае ключом к выбору является знание, то есть ты не можешь выбирать того, что ты не знаешь. Поэтому мы вначале узнаем, учимся, изучаем Тору, а потом, изучая, нам открываются новые возможности для выбора. Все. Сегодня у нас третья яра. Третья яра, 18-й день мы считаем ОМР, да? То есть от Песоха уже прошло 18 дней. Вот даже сейчас посмотреть, где они эти 18 дней? Нету их. Они прошли, и мы считаем, вот из-за того, что мы считаем сейчас каждый день, мы каждый день понимаем, что, слушай, 18 дней прошло, завтра 19 дней прошло, послезавтра 20 дней прошло, послезавтра 21 день, это 3 недели прошло, и мы понимаем, 3 недели прошло, и осталось еще до Лагваомера, осталось до 33-го дня 12 дней, и потом еще 16 дней осталось до Дарования Торы. То есть, когда ты считаешь дни, ты видишь, как жизнь уходит. Это как песочные часы. Каждый день песчинка, 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 упала, 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 и ты приближаешься к тому, что весь песок перетекает вниз, и дальше тот, кто верит, и тот, кто не просто верит, а действует ради своей души, у него часы переворачиваются, и он заходит, опа, в духовном мире, в свое новое, новое пристанище, да, какое-то. Хорошо. Значит, 18 день. Сегодня в книге о Йом-Йом, сегодня день, мы изучаем такую интересную историю. Значит, написано здесь так. По нашему обычаю, в субботу вечером не пьют даже воду до того времени, когда сделают Авдолу. Значит, суббота, заканчивается суббота. Суббота заканчивается, когда вышло три звезды. Ты видишь три звезды. Очень интересно. Я раньше в жизни не смотрел на небо, в ночь, в момент перехода, когда солнце зашло, солнца нет. Потом называется время сумерти. Вообще, слово эрф на иврите, это корень меурав, смешанное. То есть, смешивается день и ночь, и это сумерти. И непонятно, к чему относится это время, между заходом солнца и выходом звезд. И считается, начало ночи, это когда вышли звезды. И вот иногда бывало, находишься где-то, там не знаешь, во сколько же точно по времени выходят звезды, чтобы шаббат закончился. И стоишь и смотришь на небо. И вот я никогда бы в жизни без того, чтобы я ждал, когда закончится суббота, я бы не увидел, что первым делом видна не звезда. Первое, что видно на небе, Венера. Она выглядит как звезда, но это не звезда. И потом, когда три звезды выходят средней величины, это наступила ночь, шаббат закончился. И в этот момент, значит, нужно помолиться, вечернюю молитву Маариф, так она называется. Эреф – это вечер. Смешано Маариф – как бы наступающий вечер. Это вечерняя молитва. И вот мы молимся, значит, читаем Шма-Истраэль, молитва Амеда, и наступает, такая есть ритуал, такой, да, Авдала называется. Авдала – это разделение. Разделение между святым и будничным. И берут, наливают бокал вина, это Авдала – вино такое, да, или сок виноградный. Берут благовоние, специальные там гвоздика, в общем, тоже благовоние. И зажигают свечу. И произносят церемония Авдала, значит, благословение на вино, благословение на благовоние, благословение на свет, и благословение, что благословенный – это Бог, разделяющий святое и будничное. Отделяющий свет от тьмы, и так далее. Значит, и здесь вот написано в этой, вот то, что мы сегодня изучаем, что у Хаббада, это мы изучаем сейчас взгляд Хаббада, как бы направление Хаббада, такое хасидское направление. Так вот, они, значит, написано, что не пьют даже воду, пока не сделают Авдалу. То есть, Шаббат закончился, значит, пока ты не сделаешь вот это ритуал Авдала, нельзя пить воду. Такой он просто нам сказал, Рэбб, момент. Почему, почему, для чего? Можем подумать, какой в этом есть намек, какой в этом есть глубина, можем подумать на эту тему, но не будем. То есть, просто законом сообщили, что, когда закончился Шаббат, не пьют воду. Там, наверное, есть и какая-то тайна, потому что интересно, что на Шаббат души, души праведников приходят в этот мир, и заходят в души тех, которые соблюдают Шаббат. И получается, что души праведников, они как, как такое сравнение, мне когда-то, когда я это узнал, мне пришло такое сравнение, что у них есть как гостиница такая, то есть, они же все-таки ушли в духовный мир, но они, этот мир-то материальный для них тоже как-то интересен, важен. И их душа заходит в души тех, кто соблюдает Шаббат, вовнутрь, в тело, в душе. И это у них как гостиница такая. И они с ними проводят вместе Шаббат, им интересно, что там происходит, может быть такое. И потом с водой что-то связано, нельзя пить даже воду, пока не сделаешь Авдалуб, и тогда в момент Авдалы эти души возвращаются обратно в рай. Теперь дальше, двигаемся дальше. Все черты характера, даже неположительные, и явно даже отрицательные, можно использовать в служении Всевышнему в соответствии с Торой. Вот, пожалуйста. Если у кого-то есть какие-то плохие качества характера, какие-то черты отрицательные, их можно использовать в служении Всевышнему в соответствии с Торой. Прекрасная новость. Прекрасная новость. Подобно тому, как праведник раби Зуша из Аниполя выводил из поведения вора некоторые качества, необходимые в служении Богу. Например, первое качество скрывает свои успехи от других. То есть, вор, он не ходит, всем не рассказывает, я украл, потому что это приведет его в тюрьму. Люди услышали, рассказали, донесли в полицию. Значит, человек должен скрывать, получается, мы можем у него научиться свои успехи от других, не хвастаться. Хорошее качество, не хвастаться. Царь Соломона в Мишле говорил, пусть уста других тебя прославляют и не твои уста. То есть, очень хороший совет, не хвастаться. Дальше. Второе качество, которое есть у вора, и которым мы можем у него научиться, готов рисковать собой ради дела. Готов рисковать собой ради дела. Отлично. Это хорошее качество. То есть, если у тебя есть дело, надо выполнить заповедь, надо провести урок или послушать урок. То есть, готов даже рисковать собой ради дела. Самоотверженность такая. Успехом может достигнуть любой. Вот любой может достигнуть практически таких ярких успехов. Что корень? Самоотверженность. То есть, когда ты готов рисковать, когда ты готов прям во что-то вложиться, страсть у тебя есть. Вот этому можно учиться даже у вора. Третье. Щепетильный в мелочах. Прекрасное качество, быть щепетильным в мелочах, которое отличает людей. Я совсем недавно даже сыну своему говорил. Вот он говорит, ну мне вот этот предмет не нужен. Я говорю, он может быть тебе не нужен. Но люди делятся на тех, которые все делают хорошо, и они ответственны. И они во всех вещах, они как бы ставят свой знак качества. Этим занимался я. Я делаю это. Это я делал, да? Там кого-то попросишь кровать застелить, он застелит так себе. А кто-то он не может сделать плохо. Так я ему говорю, на любой вещи надо натренироваться, как тоже говорил царь Саламон. Все, что твоя рука делает, делай в полную силу. То есть делай качественно. И в этом как раз проявляется человек. Вот тут Рэбби пишет, что да, мы можем этому учиться у вора, быть щепетильным в мелочах. Четыре. Прилагает огромные усилия ради успеха. Это страсть такая, да? То есть если ты что-то хочешь добиться, то ты это делаешь с большими усилиями. Потому что если, если, значит, значит, если человек делает любое дело, он его может делать спустя рукава. Знаете, как есть, вот тут очень подходит сравнение, вот эта известная история очень, когда один мудрец увидел трех человек, которые носили камни. И один носил камни, он был такой очень подавленный. Второй носил камни, и он был очень такой серьезный. Третий носил камни, третий носил камни, и он просто летал одухотворенный. И мудрец спросил, почему? У них было разные намерения. Тот, кто носил камни одухотворенные, он говорит, я сейчас строю храм, да? Тот, кто был серьезный, он, значит, он был просто серьезный, потому что он зарабатывал деньги. А кто был подавленный, он просто таскал камни. И вот здесь тот, кто прилагает огромные усилия ради успеха, он думает об успехе, он хочет, он мечтает и так далее. У него получается совсем другое качество работы. У вора можно научиться тому, что он проявляет ловкость и расторопность. Действительно, если мы посмотрим на людей, которые преступники даже, они очень часто так красиво разговаривают, они умеют, знают психологию, умеют повлиять на человека, они являются такими, как Зильберзе, Хронотзе и Кливераха, он же сидел в тюрьме три года, и он умел разговаривать на блатном жаргоне, он пел эти самые арестантские песни на Пурим. То есть он взял эти качества, то есть люди там, они очень хитрые, они очень умеют выживать, влиять, спасаться. Если взять эти качества, использовать их для приближения акторий, для добрых дел, то это будет отлично. Я как раз разговаривал с одним человеком, ну, мой клиент в коучинге. И, значит, он говорит, вот у меня сейчас с женой там, в общем, он ходит, с женой у него какие-то ситуации. Я ему говорю, смотри, научись быть женой очень хитрым, дипломатом, научись влиять. Он говорит, да у меня нет времени, я лучше скажу там, ну, как бы, и все. Я говорю, нет, смотри, если ты научишься с женой быть дипломатом, быть мягким, влиять на нее, но без давления и так далее, то тебе это в бизнесе поможет. Он такой, да. Я говорю, ну, конечно, ты если с женой научишься договариваться, так ты в переговорах, ты с тем хочешь сможешь договориться. Без давления, без ничего, но если ты сможешь свою позицию продавливать с помощью, ну, интеллекта, а не грубой силы, то тогда на жене это сложнее всего, но если ты научишься, то тебе вся жизнь пойдет лучше. Он такой, да, ну, попробуй, не знаю сейчас, как получится, но именно он очень, очень нашел для себя дополнительную причину, как быть ловким и расторопным. Вот здесь пятое, пятое, то, что здесь написано, что мы можем этому учиться. То есть это классное качество. Он его использует, потому что без него его посадят, а мы можем использовать для добрых дел, для хороших дел. Шестое качество, которому можно учиться у вора, полон оптимизма и всегда надеяться на успех. Конечно, это оптимизм, это такое прям, представляете, люди действительно, они статистику не читают. Преступники практически всегда, они наказаны. Да, представляете, значит, преступники всегда наказаны. То есть это просто, посмотрите, в мире сидит в тюрьмах. Я не помню, сколько в мире сидит. Я знаю, что в России сидит миллион человек. В Америке сидит 2,5 миллиона человек в тюрьмах. Когда-то статистику эту смотрел. 2,5 миллиона человек сидят в тюрьмах, да. Это 1% от населения сидят в тюрьмах в данный момент. Но если посмотреть во времени, да, то очень много людей наказаны. А если не сидят в тюрьме, то они как-то по-другому наказаны. Но обычно вот эти воры, они полны оптимизмом и надеются на успех. Седьмое. Не добившись успеха в первый раз, они пробуют снова и снова. Значит, значит, пробуют снова и снова. Понятно, сказал Хавакук, пророк Хавакук. Нет, это царь Давид сказал в псалмах. Сказал он так, что 7 раз праведник упадет и встанет, а злодей 1 раз упадет и не встанет. Это качество, которое отличает, в принципе, праведника. А что такое праведник, да? Слово праведник, это тот, кто правильно поступает. Тот, кто действует по правде, то есть он делает правильные действия. Это праведник. Так пробовать снова и снова, это правильное качество. Один раз попробовать и сдаваться, это неправильно. Ни по закону Парета, ни по каким законам. Если человек сдается после первого раза, это неправильно вообще, неправильно. Дальше, книга «Обретение неба на земле». Такой очень полезный для нас отрывок. Прямо он, ну просто, я считаю, его нужно, я сейчас его вырежу, и прямо я его вырежу и размещу в своем телеграм-канале для всех людей. Это для всех важно. Это как раз совет из Торы. В чем он заключается? Следует всегда думать о чем-то хорошем. Пустой ум – это вакуум, поджидающий разрушительных мыслей. То есть, если человек неосознанно, не направляет свой ум на позитивные размышления, позитивные полезные размышления, то вакуум, да, вот просто отпустить его, он втягивает разрушительные мысли. Где ваши мысли, там и вы сами. Где ваши мысли, там и вы сами. Постарайтесь всегда быть в хорошем месте. То есть, осознанно отмечать свое мышление, да, наблюдать за своим мышлением. И если мысль уходит куда-то в негатив, нужно ее переключать осознанно на позитив. И тогда ты будешь где? Ты будешь в позитиве. Ты будешь созидать, ты будешь конструктивно говорить. Ты будешь искать хорошее в окружающем мире и в людях. Ты будешь мыслями переносить себя, как, знаете, как в машине. Ты должен смотреть туда, куда ты хочешь ехать. И ты будешь себя, оп, и выруливать все время на позитив. Если у тебя позитивные мысли, у тебя позитивные эмоции, у тебя позитивные эмоции, у тебя позитивное здоровье, у тебя позитивная вот эта вся психосоматика, ты позитивный человек, у тебя будет работа, у тебя будет хорошая семья, у тебя будут друзья, хорошие отношения. Это универсальный совет. Следует всегда думать о чем-то хорошем. Пустой ум, вакуум, который даже не поджидающий, тут написано поджидающий разрушительных мыслей, а он притягивающий и создающий. Где ваши мысли, там и вы сами. Постарайтесь всегда быть в хорошем месте. Если вам не о чем думать, то есть всегда хумаж, письменная Тора. Открывайте и читайте. Значит, сегодня у нас глава к Дошим, будьте святы, это для всего мира, а для Израиля Эмор. Сегодня в недельной главе как раз говорится о праздниках, говорится о многих хороших вещах. И если вам, вот мы там помолились, мир, мир, чтобы был в Украине, мир, чтобы был всем хорошим, добрым людям, мир, чтобы был Израилю, мир, чтобы был всему миру, всем хорошим, добрым людям, пусть будет мир. А злодеи, которые хотят этот мир разрушать, пусть они встретятся друг с другом. Таких злодеев, к сожалению, много, и им есть чем заняться. Пусть они друг с другом там выясняют отношения, как два барана встретились на мосту. И пускай эти бараны, которые хотят убивать и разрушать мир добрых людей, пускай они друг друга поубивают. Все. Всем здоровья, выздоровления, удачи, успехов и позитивных мыслей. Хорошего дня, хорошей недели и хорошего месяца и хорошего года всем нам. Субтитры сделал DimaTorzok